Всеволод Цурила хорошо известен зрителям, как актер детективных и криминальных сериалов. Популярность ему принес сериал «Ментовские войны», где он сыграл Павла Арнаутова, честного и прямолинейного сотрудника УБОП, брутальная внешность и актерское амплуа ему передалось от отца, известного актера Юрия Цурила. Прежде чем стать актером, Юрий через многое прошел. Он родился в маленьком город Вязники, Владимирская область, его отец был цыган, а мама русская. Прожили они вместе недолго, когда отца посадили, мать уехала устраивать свою жизнь, а он остался с бабушкой. Ее пенсия была очень маленькой, поэтому с восьмого класса юноша перевелся в вечернюю школу и стал трудиться. Сначала арматурщиком на стройке, затем молотобойцем в кузнице. Лишь в 1973 году он окончил Ярославское театральное училище, ему было 27 лет. К тому времени, Юрий уже давно был женат. НППП, с девушкой Надей родом из Иваново, он познакомился в 18 лет, молодые люди почти сразу поженились, и вместе уже 56 лет. Супруга всегда и во всем поддерживала своего мужа, их семью помотала по городам и весям страны, где в областных НППП, театрах играл Юрий. Через четыре года после свадьбы, у них родился старший сын Алексей, который стал военным. Младший сын Всеволод родился в Новгороде 24 февраля 1977 года, для него всегда примером был старший брат. Их разница в возрасте восьми лет не мешала тесному общению. Всева готовил себя к службе в милиции, мечта ловить преступников была у него с детства. Он занимался боксом и легкой атлетикой, баскетболом и плаванием. Окончил школу с юридическим уклоном, но в высшую школу милиции экзамены провалил. НППП, год работал монтировщиком в новгородском театре. НППП, где служил его отец, на следующий год вновь пытался поступить, но безуспешно. Всеволод поступил в педагогический институт на биологический факультет, на заочное отделение. Однако проучился там всего семестр и забрал документы, определившись, что это него путь. В это время отец получил приглашение в Александринский театр в НППП, Санкт-Петербурге, и юноша решил пойти по стопам своего отца, стал студентом СПБ ГАТИ. Но и здесь учеба у него не сложилась из-за конфликта с мастером, через 1,5 года он ушел и стал администратором в магазине. Однажды, знакомая девушка с режиссерского факультета, попросила Всеволода сыграть в ее дипломном спектакле. И те 20 минут, что молодой человек провел на сцене, определили его дальнейшую судьбу. Он понял, что хотел бы заниматься только актерской профессией в жизни. И он опять поступил в СПБ ГАТИ, Всеволод начал сниматься в кино НППП с 1998 года, это были эпизодические роли, затем роли второго плана. Для актера 2004 год стал судьбоносным. Он получил диплом и был принят в труппу театра им, Ленсовет. В этом же году вышел первый сезон сериала «Ментовские войны», где он сыграл Павла Арнаутова. Наравне с Александром Устюговым и «Всеволод» стал звездой этого сериала. За актером закрепилось амплуа брутального и справедливого опера, в основном Всеволод снимается в детективно-криминальных сериалах. Фильмография его составляет 64 работы, «Литейный», «Шаман», «Первый отдел» и другие. Личная жизнь актера сложилась не сразу. Его первой женой стала еще в студенчестве сокурсница Марианна Коробейникова. После получения дипломов, супруги вместе играли в театре, снимались в «Ментовских войнах». У них родилась дочь Ярослава. Однако, супруги расстались. Второй женой Всеволода стала актриса Елена Бригер. Они были знакомы со студенчества, но роман их начался через несколько лет после того, как оба уже пережили неудачный опыт семейной жизни. Елена воспитывала сына Владимира от прежнего брака. С мальчиком у Всеволода сложились дружеские отношения. У супругов родилась дочь Герда. Энтнпепеп, Энтнпепеп, Елена мечтала с детства назвать дочь этим сказочным именем.